Всем доброго дня, это Гелиос Сар и география просто. Учебник география страноведения, 7 класс, за авторством Климановой, Климанова Ким, УМК Климановой. Параграф 26. Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. От Балтийского моря до Черного, вдоль западной границы России расположены страны, которые относят к Восточной Европе. Чехия и Словакия совсем недавно были единым государством Чехословакии. Латвия, Литва, Эстония и Белоруссия вместе с Россией до 1991 года входили в состав СССР. Значительная часть Польши когда-то входила в состав Российской империи, другая часть в состав Германии, третья часть в состав Австро-Венгерской империи. Через Белоруссию и Польшу пролегает большинство дорог и трубопроводов, связывающих Россию со странами Европы. Рисунок 80 и вопросы. Каковы особенности географического положения Польши, Чехии и Словакии? Особенностями географического положения Чехии, Словакии и Польши является расположение между Восточной Европой и Западной Европой. Через эти страны проходит связь стран Западной Европы, Центральной Европы с Россией. 2. Что вы можете сказать о рельефе изображенной территории? Назовите крупные горы и равнины. Пользуясь картой строения земной коры в атласе, определите, когда возникли структуры земной коры, лежащие в их основании. Какие полезные ископаемые добывают в горах и на равнинах? Что ж, рельеф изображенной территории имеет главную черту – высокую равнинность и постепенное увеличение высоты местности при удалении от берегов моря. Польская низменность сменяется сначала малопольской возвышенностью, а затем рудными горами, судетами и карпатами. Крупные горы – это судеты с герцинской складчатостью, карпаты – альпийской складчатости. Крупные равнины – польская низменность, которая располагается на древней русской платформе и частью на молодой платформе. Также малопольская возвышенность на молодой платформе расположена. В настоящее время на равнинах добывают каменный уголь. А вообще, Польша достаточно богата полезными ископаемыми. Есть и олово, есть и большие запасы серебра, и достаточно большие запасы угля и некоторых других видов полезных ископаемых. Нефти и газа на территории Польши практически ни в каком виде нет. При помощи Атласа определите, как меняется климат указанных стран с севера на юг и с запада на восток. Какие карты вам необходимы? Какие факторы вызывают изменения климата? Что ж, климат рассматриваемой территории практически не отличается. Температуры воздуха в январе на побережье Балтийского моря около 0 градусов Цельсия. При удалении от побережья они постепенно уменьшаются. Температура июля на всей территории где-то от 15 до 20 градусов Цельсия. Годовое количество осадков на территории от 500 до 1000 миллиметров. При этом они незначительно увеличиваются в предгорьях Судет и Карпат. Назовите крупнейшие реки, протекающие по территории указанных стран. Что вы можете сказать об их режиме и характере течения? Крупнейшие реки этих стран это Висла, Одр, Дунай, Бук, Эльба. Все реки имеют равнинное течение на большей части русла. Тип питания рек дождевой. Режим с весенним половодьем. Какова природа Польши, Чехии, Словакии? В Восточной Европе по сравнению со Средней Европой равнины обширнее, расстояние между городами больше, больше и дикой природы. Побережье моря в Польше занято низменностями, которые являются продолжением северогерманской низменности. На берегах много песчаных холмов, дюн. За ними тянется полоса равнин с озерами, котловины которых возникли в результате деятельности древнего ледника. На песчаных равнинах растут сосновые леса. На юге Польши, как и в Германии, низменности сменяются возвышенностями, а затем и поясом средневысотных гор, Судет и Карпат. Возвышенности и горы занимают большую часть территорий Чехии и Словакии. О прежней вулканической активности на территории свидетельствуют выходы горячих подземных вод. Около них созданы оздоровительные курорты, например, Карловы Вары в Чехии, которые очень популярны среди туристов. Когда-то почти вся территория Польши, как и соседней Германии, была покрыта лесами. Сейчас леса остались в основном в горах. У подножия гор преобладают широколиственные леса из клёна, вяза, ясеня, бука и липы. Особенно много лесов из бука, которые поднимаются по склонам гор выше других широколиственных деревьев. Выше 500-700 метров начинают появляться хвойные породы, пихта, еще выше ель. На вершинах средневысотных гор растут еловые леса. В настоящее время первозданных лесов сохранилось очень мало, поэтому они взяты под охрану. На некоторых охраняемых территориях созданы национальные парки. В пределах этих парков, их границы отмечены на местности специальными знаками и столбцами, запрещена любая хозяйственная деятельность, но они открыты для туристов. Один из самых больших нетронутых участков леса – Беловежская пуща, сохранился на границе Польши и Белоруссии. Беловежская пуща – это уникальный лесной массив, остаток сплошного пояса дремучих лесов, когда-то покрывавших почти всю Европу. Наиболее распространенные здесь породы деревьев – сосна, ель, граб, дуб, ясень, клен, липа. Отдельные сосны достигают 2 метров в диаметре при высоте до 40 метров. С 13 века Беловежская пуща была местом княжеской, а потом и царской охоты. Сейчас все животные находятся под охраной. Главное охраняемое животное – это зубр, крупное травоядное животное, которое фактически сохранилось только в этой пуща. Кто живет в этих странах? Большинство населения Польши, Чехии и Словакии – это славяне, так же как и русские. Славяне говорят на разных языках и пишут разными буквами. Однако звучание многих слов славянских языков достаточно похоже. Например, слово «хлеб» по-польски и по-русски звучит одинаково. Славянские народы разделяются на три ветви. Восточную – это русские, белорусы, малоросы. Западную – поляки, чехи, словаки. И южную – болгары, сербы, хорваты. У хозяйства Польши, Чехии и Словакии есть общие черты. В Польше и Чехии добывают полезные ископаемые. Прежде всего уголь. Верхнеселесский каменно-угольный бассейн в Польше и Островско-Карвинский в Чехии продолжают угольный поиск Европы. Предприятия Польши, Чехии и Словакии выпускают автомобили. В Польше строят морские суда. Вступление Польши, Чехии и Словакии в 2004 году в Европейский Союз привело к укреплению социально-экономических, политических, культурных связей этих стран с остальными странами-членами ЕС. На самом деле, наиболее крупной экономикой из этих трех стран является Чехия. В Чехии примерно около 10 миллионов населения при достаточно небольшой площади. И огромное количество самых разнообразных промышленных предприятий на территории Чехии находится. Причем производят Чехии практически все, что только возможно. От простеньких велосипедов и всяких мопедов до автомобилей, грузовиков, вагонов, железнодорожных локомотивов и даже самолетов. Разумеется, и моторов. Чешская экономика тесно связана с немецкой и австрийской экономикой. В Польше экономика в этом отношении не настолько сильная, как в Чехии. Словакия имеет большое количество самых разнообразных предприятий на своей территории, которые выпускают большое количество продукции. Но все эти предприятия построены совершенно другими, не словацкими хозяевами. И это предприятия, которые фактически осуществляют сборку из различных запчастей, которые приводятся из той же Чехии, Польши, Германии. Поэтому, с одной стороны, да, Словакия выпускает большое количество продукции. Но сказать, что именно Словакия эту продукцию производит нельзя. Во время единства Чехословакии, Словакия была исключительно сельскохозяйственной частью. В этой части Европы есть очень красивые города. Например, жемчужиной по праву считается столицей Чехии Прага. Недаром этот город называют Злата Прага. Туристов привлекают в Чехию и Словакию не только исторические достопримечательности, но и природные ландшафты. В Словакии, например, расположены известные в Европе горнолыжные курорты. Красивая столица Польши – Варшава. Этот город был почти заново отстроен после Второй мировой войны. Не менее красивым является польский город Краков. Первая, куда более древняя столица Польши, который не был так сильно поврежден во время Второй мировой войны. Какие страны называют странами Балтии? Латвия, Эстония, Литва – государства, объединенные положением у Балтийского моря. Море играет важную роль в жизни народов этих стран, называемых странами Балтии или Прибалтикой. Части земель стран Балтии в разное время входили в состав Польши, Швеции, Германии, Российской империи. Позже Прибалтика была в составе СССР – Союза Советских Социалистических Республик. Независимость государствами этих стран появляется в 1991 году, когда они вышли из состава СССР. И с тех пор жизнь в этих странах становится только хуже, хуже и хуже. В России эти страны очень презрительно называют Прибалтийскими вымиратами. Дело в том, что население этих стран стремительно вымирает. Уже подсчитано, что не то что к 2100, а к 2050 году от населения Прибалтики, возможно, останется половина. И эта половина будет исключительно пенсионерами. И рисунок 84. Какие два крупных залива находятся у берегов стран Балтии? Это Рижский залив и Финский залив. Какое море их образует? Балтийское море. А характеризуйте это море. Балтийское море является внутренним морем Атлантического океана. Соединяется с океаном проливами Кат-Тегат и Скаггерак. Море достаточно мелкое. Средние глубины от 0 до 200 метров. Так как море расположено на шельфе Евразии. Море обладает низкой соленостью из-за большого количества пресных рек, которые впадают в это самое море. Какие из стран Балтии граничат с Россией? Здесь вопрос такой очень хитрый. Дело в том, что с одной стороны только две страны Балтии граничат с Россией. Это Эстония и Латвия. Но с другой стороны Литва тоже имеет границу с Россией за счет территории Калининграда. Но территория Калининграда отрезана от территории основной России. И это является такой анклав, который отделен от основной территории. Поэтому вроде бы только две страны граничат с основной территорией России. Но при этом границу с Россией имеют все три страны. Какова природа стран Прибалтики? Современный рельеф стран Балтии сформировался относительно недавно. Последнее оледенение оставило на их территории мощные ледниковые отложения. Их называют маренными или морены. Это пески и глины, включающие камни средней величины с гладкой округлой поверхностью валуны. И даже целые каменные глыбы, которые ледником со скандинавского полуострова были принесены. Чтобы облегчить обработку земли, прибалтийские крестьяне всегда приходилось убирать со своих полей камни. В одном из литовских городков есть даже музей камней, найденных на полях. Почвы на моренных отложениях достаточно бедные и неплодородные. В рельефе Прибалтики гряды вытянутых холмов сочетаются с озерами и песчаными равнинами. На побережье Балтийского моря в Литве и Калининградской области России известен узкий песчаный полуостров – Куршская коса, для которого характерны поросшие лесом дюны высотой до 70 метров. Как живут прибалты? Задолго до нашей эры на территории современной Прибалтики, из Придурали, поселились финно-угорские племена – предки эстонцев. Балтийские племена являются предками латышей и литовцев. Язык эстонцев относится к уральской, а литовцев и латышей – к индоевропейской языковой семье. Хозяйство Прибалтики в своем развитии опирается на выгодное географическое положение и высокую квалификацию, трудолюбие населения. Здесь производятся приборы, станки, электропоезда, радиоаппаратуру, химические волокна, лекарства. Все это производилось на территории Прибалтики, когда эта Прибалтика была в составе Советского Союза. Сейчас на территории Прибалтики ничего этого не производится. Фактически территория вымирает, экономики там нету, причем местные политики сделали все, чтобы поссориться с Россией и уничтожить абсолютно все, хоть какие бы то ни было надежды своей страны хотя бы на существование за счет транзита товаров в Прибалтийские порты, которые, безусловно, намного более выгодны, чем порты, расположенные на территории Балтийского моря в России. Но нет, прибалтийские политики поссорились с Россией в полном объеме, и в итоге сейчас никакой экономики как таковой на территории Прибалтики нету. Уничтожен даже транзит грузов через эту территорию. Сейчас некоторые политики Прибалтики начинают плакаться, просят Россию, чтобы Россия вернула свои грузы в Прибалтийские порты, но Россия построила новый порт на берегах Балтийского моря, Усть-Луга, и категорически отказывается вообще как бы то ни было взаимодействовать с Прибалтийскими странами. Если они так хотят полностью вымереть, что ж, не стоит им мешать ни в коей мере. Много значит для Прибалтов и рыбный промысел. Рыбалтийские суда выходят в Балтийское море. Но Евросоюз очень жестко ограничивает количество рыболовецких судов и объемы вылова рыбы Прибалтийскими рыбаками в Балтийском море. Поэтому на самом деле то, какой объем рыбы вылавливали Прибалтийские страны в советское время, и какой они вылавливают сейчас, ну там где-то в 100 раз меньше вылавливают Прибалтийские рыбаки в настоящее время. И мало того, их продукция, она абсолютно никому не нужна. Поэтому, ну поймают они эту рыбу. И дальше что? Куда ее продавать? В Россию? У России своей рыбы достаточно. В Европе? В Европе тоже своей рыбы достаточно. То есть здесь тоже присутствуют серьезные проблемы. На морском берегу расположены некоторые курорты, наиболее известные из которых Латвийская Юрмова и Литовская Паланга. Главное достоинство этих курортов – мягкий морской климат, целебный воздух, прибрежных сосновых лесов, песчаные пляжи. Но опять-таки, в основном эти курорты использовались гражданами России и СНГ. Но прибалтийские страны сделали все, чтобы поссориться с Россией, и в итоге сейчас эти курорты даром никому не нужны. В качестве сувениров из Прибалтики можно привозить украшения и шкатулки из янтаря. Но основные зоны добычи янтаря расположены в Калининградской области России. Туристов привлекают в странах Балтии архитектурные памятники. Столица Латвии – Рига, столица Эстонии – Таллин. Они достаточно красивые города. Но при всем при этом, скажем так, в том же Калининграде, в той же Польше, в той же Чехии и Словакии, можно увидеть куда более красивые города, чем в странах Прибалтики. Да и отношение в той же Чехии и даже Польше к российским туристам будет куда более благоприятным, чем в странах Прибалтики. Ключевые слова и выражения. Дюна, Национальный парк, Морена, Коса, Хутор, Янтарь. Вопросы и задания. Обозначьте на контурной карте объекты, это вы можете сделать сами. Второе. Расскажите, какой хозяйственной деятельностью занимается население Польши, Чехии и Словакии. В принципе, все три страны являются достаточно промышленно развитыми. То есть присутствует и неплохо развитое сельское хозяйство, присутствует добыча полезных ископаемых, присутствует большой объем различных промышленных предприятий. Но есть отличия. В Чехии это собственные промышленные предприятия с собственными марками. Поэтому Чехия зарабатывает на промышленности гораздо больше, чем, например, та же Словакия, где предприятия построены, так сказать, крупными производителями из Германии и той же самой Чехии. Поэтому Словакия достаточно бедная на фоне Чехии государства. Да и вообще, в целом, на фоне всей Европы. Польша, разумеется, более крупное государство, имеет выход к морю, имеет большую добычу полезных ископаемых, имеет достаточно развитый транзит с территории России в территорию Германии. Поэтому там, в принципе, тоже достаточно развитая промышленность. Сравните природные особенности, рельеф, климат, природные зоны стран Балтии, Польши и Германии. В принципе, прибрежные зоны стран Германии, Польши и Балтии достаточно похожи. Единственное отличие, что страны Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва, они все-таки более вытянуты с севера на юг. Поэтому в Эстонии, несмотря на близость моря, зимние и летние температуры будут ниже, чем на побережье той же самой Польши. Такая вот особенность. Ну а в остальном климат будет достаточно похожим. Используя различные источники информации, выясните, когда и как образовался янтарь. Свидетельствует ли янтарь о природе Прибалтики? Янтарь это уникальный минерал. Он образовался десятки миллионов лет назад из смолы деревьев. То есть когда-то на этих территориях росло огромное количество самых разнообразных деревьев. Судя по всему, хвойных деревьев, древних хвойных деревьев. Хвойные деревья, они более старые, чем деревья широколиственные. Это вы будете знать из уроков биологии. Поэтому ничего удивительного в том, что хвойные деревья были десятки миллионов лет назад, нет. Из этих хвойных деревьев по различным причинам вытекала смола. Она капала на землю в тех или иных видах. Видимо, вытекало ее довольно-таки много. Деревья тогда немножко отличались от тех, что есть сейчас. И эта смола постепенно, она каменела. То есть, проводя на земле, а то и под землей в течение миллионов лет, она превращалась в полноценный камень. И, видимо, вода постепенно еще и ухитрялась уносить эту... То есть какие-то древние реки уносили эти самые капли смолы. Постепенно эти капли смолы скапливались в определенных районах. В зонах, например, устьев рек. Там были гигантские отложения. Там эта смола скапливалась в больших объемах. И там и лежала, пока не появился человек. Сейчас человек, таким образом, добывает большие объемы этого самого янтаря. Причем янтарь это уникальная совершенно вещь. Дело в том, что в янтаре сохранились остатки многих древних каких-то существ, растений и тому подобного. Извлечь ДНК невозможно. Слишком много прошло времени. Но увидеть, как выглядели древние насекомые, древние какие-то растения, даже кое-какие древние крошечные динозавры, вполне возможно. Именно благодаря янтарю китайские ученые выяснили, что древние динозавры, как минимум часть этих динозавров, была покрыта яркими перьями.